Татьяна Бур и Максим Шевченко Татьяна Бур и Максим Шевченко С другой стороны, Эрдоган говорит, что он намерен сохранить отношения и с Зеленским, и с Путиным И одновременно, здесь же есть еще вопрос по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО И Турция угрожает заблокировать их вступление, их заявки, если не будут выполнены ее требования То есть явно идет такой торг Как по-вашему, чего хочет Турция? Чего она добивается? Ну, дело в том, что это третья страна, которую мы с вами обсуждаем. Первое мы обсуждали Польшу, второе мы обсуждали Литву, третье мы сегодня обсуждаем Турецкую Республику. Что объединяет эти три страны, которые находятся в разных частях света? В разное время эти страны были империями. Это правда, да. И поэтому наша гипотеза, вот моя гипотеза, что современные конфликты, которые таким ужасным образом потрясают мир и потрясают нас, являются как будто проявлением из-под спуда времени, из-под спуда истории того, что народы достигли на протяжении столетий своей истории в Средние века и в Новое время. И недаром великий итальянский философ Умберто Эко говорил лет 20 назад о возврате нового Средневековья. Я тогда до конца не понимал Умберто Эко, честно говоря. Я думал, это касается университетов, книг. Но я вижу сейчас, это вот моя интуиция Максима Шевченко, что имперские комплексы возвращаются у многих стран. И, собственно, давайте, чтобы не быть голословными, мы обратимся в Анкару, который является сегодня столицей Турецкой Республики. В старые времена это был Истанбул или Стамбул по-русски. Сегодня это Анкара. И с нами любезно согласился выйти на связь Архан Газигиль, советник управления коммуникациями Турецкой Республики, бывший советник посла Турции в России, великолепно знакомый и Министерству иностранных дел Российской Федерации, и многим московским журналистам. Архан, здравствуйте, мы рады вас приветствовать. Здравствуйте. Архан, добрый день. Вы разделяете точку зрения Максима Леонардовича о том, что у Турции есть большие имперские амбиции в 2022 году? Я так не скажу, что у Турции есть большие имперские амбиции. Я бы по-другому отнесся к этому. Турция имеет имперские корни, Турция имеет великую, важнейшую в мире свою историю. И, конечно, может быть, речь пойдет об неосманизме, который очень многие люди любят обсуждать. В этом плане у меня немножко подход другой. А какой, расскажите, пожалуйста, Архан? Потому что в России много спекуляций на эту тему. Говорят о неосманизме, о пантюркизме. И практически все эти высказывания экспертные носят антитурецкий характер. Ну да, и регулярно вспоминают. Однако мы видим, что отношения между Российской Федерацией и Турецкой Республикой развиваются конструктивно, динамично, несмотря на все конфликты и на все стремления поссорить два наших государства. Вот можете как бы нам изложить, что подразумевается под неоосманизмом и существует ли пантюркизм, как нам тут рассказывают некоторые эксперты, как идеология турецкого государства сегодня? Ну знаете, вот изучение и уважение истории, конечно, один из важных элементов для каждого общества. В этом мы все согласны. Все народы изучают свое прошлое и делают выводы насчет своего будущего. Мы историю изучаем, чтобы понять свое будущее, определить свое будущее. Но в том числе, конечно, и турецкий народ тоже любит и уважает свою историю, как в том числе и русские тоже, которые изучают свою историю и гордятся своим прошлым. Турецкий народ уважает те фигуры, которые играли большую роль в создании турецкого государства и культуры. И это, скажу, что не только Османская империя, да, есть великие сельджуки, есть еще другие государства, турецких государств в истории было очень много, как вы знаете, да, которые правили до османов. И не надо забывать, что эта вот историческая вот эта цепь в конце концов родила в нашей стране республику, да, турецкую республику. И это республика, которая дала людям очень много прав. Турция превратилась в демократию, в которой народ избирает своих правителей. И сегодня не надо забывать, что даже самые вот ностальгирующие люди по Османской империи сегодня благодарны республике за права, которые она им дала. Но называть любовь к истории неосманизмом и ожидать, что Турция будет стремиться восстанавливать свои бывшие какие-то имперские территории, это неверная будет, да, вот и неадекватная оценка. И мы, как отметил правильно Максим, странным образом вот видим, что все заявления о неосманских и пантюркистских целях Турции исходят из очень каких-то определенных кругов. И эти круги, как я замечаю, это круги, которые просто не желают усиления Турции и не желают нормальных отношений Турции со многими странами. То же самое мы можем сказать о пантюркизме тоже, да, вот я тоже знаю, что как бывший дипломат, который долгие годы работал и жил в Москве, больше всего об этом говорят в России. Ну, может быть, там есть понятные причины, но нигде в мире вопрос пантюркизма так остро не обсуждается просто. Я думаю, что тут, наверное, играет свою роль и советская школа тюркологии тоже, да, несмотря на то, что это одна из великих школ тюркологии, но она в большинстве своем, исторически, да, вот, видела в лице Турции угрозу для России. А за последние десятилетия, несмотря на то, что уже Советского Союза нет, а Турция пошла совсем другим путем развития и превратилась в другую страну с другими принципами жизни и управления, а стереотипы о Турции, они остались, они все еще живут, да, вот, они, к сожалению, среди многих экспертов, среди многих журналистов, они продолжают жить, вот эти стереотипы о Турции. Но давайте обратимся к истории, да, вот, и постараемся понять, откуда пошел этот пантюркизм, что это было. Пантюркизм был одной из идейных течений начала XX века, да, и все эти идеи, пантюркизм в том числе, все эти идеи, которые тогда были, они искали ответ только единственный был вопрос, искали единственный ответ на один вопрос, да, вот, вот этот вопрос был, как мы можем продлить жизнь Османской империи и как можем избежать развала государства, потому что, как мы помним, в то время Османская империя была на грани развала и теряла огромные территории. Но если посмотреть сегодня, да, мы понимаем, что современная Турция — это сильное, крепкое, мощное государство, да, вот, демократическое государство, которое играет важную роль в международных делах. Это не больной человек, как выражались, как вы помните тогда, да, вот в начале XX века говорили, что Османская империя Турции — это больной человек. Это не больной человек, это огромное, сильное государство сегодня. И естественно, что страна с таким большим весом будет воспользоваться всеми способами, чтобы развивать отношения с разными странами. А строить отношения с странами, с которыми у вас близкие исторические отношения, общие языковые и религиозные корни, я думаю, что это вполне нормально. Вот мы видим, как Россия активно строит отношения со славянскими странами, но никому в голову не приходит называть это панславизмом. А когда Турция строит отношения с братскими народами, ее почему-то называют партюргийской. Тут, я думаю, мы сталкиваемся с двойными стандартами. Турция, как и все другие страны, имеет право строить близкие отношения на основе взаимовыгоды и уважения с любой страной мира. И не надо утверждать, что это делается против кого. У меня короткий вопрос, просто на пояснение, уж простите мой интеллектуальный интерес. Османизм и Османская империя была абсолютно интернациональной державой, и османизм был идеологией, ну, такого просвещенного средневекового интернационализма государством, если так можно сказать. И сербы, и албанцы, и выходцы с Кавказа, и выходцы с Украины, России, многие другие в Османской империи достигали огромных высот. Нет ли здесь противоречия? Потому что сегодняшние Турции мы видим, как люди самых разных национальностей становятся гражданами Турецкой республики и достигают достаточно высоких позиций. И, собственно говоря, пантюркизм воспринимается как националистическая идеология. Вот нет ли конфликта между неосманизмом и тем, что пытаются нам навязать, или вам навязать, я уж не знаю, это вы сами решайте, как национальную идеологию турецкого народа? Ну, знаете, неосманизм, как бы, само по себе выражение неосманизм, он больше озвучивается внешними, другими, чем нами. Мы про неосманизм не говорим, мы про пантюркизм тоже не говорим. Об этом говорят больше другие, чем мы. Поэтому говорить о каком-то конфликте — это тоже неуместно, потому что у нас нету такой повестки. А разделяете ли вы мнение о том, что действительно между Эрдоганом и Путиным есть особая химия, ну, например, вот с тем же Зеленским отношения профессиональные, а с Путиным, например, у них такой довольно глубокий личностный контакт, они друг друга хорошо понимают, кто они такие. И вот именно этот личностный фактор сыграл роль в том, как, основную роль в том, как развивались российско-турецкие отношения в последние годы. И после Путина и Эрдогана, вероятно, все может измениться. На чем основаны отношения Путина и Эрдогана? Что это, личные отношения или политические интересы? Ну, знаете, это, наверное, понимание. Понимание того, что и с этой стороны сильный лидер, и с той стороны сильный лидер. И они понимают, что многие вопросы они должны решать сами. Потому что без их участия и без их контроля, без их регулирования, многие вопросы, особенно при такой ситуации, как отношения России и Турции, они сами по себе очень сложные. Да, вот это очень много, очень большой багаж, да, вот получается, негативного багажа можно найти в истории. И тут лидеры, два лидера понимают, что они должны регулировать ситуацию, они должны управлять ситуацией. И в этом плане, я думаю, что и характеры тоже во многом, как сказать, управления, наверное, сходятся. И в этом плане, конечно, Эрдоган и Путин, строя доверительные отношения между собой, сделали очень большую работу. А критикуют Эрдогана в Турции из-за его позиции по России? Ведь в турецком обществе немало критических высказываний в отношении России. Ну, знаете, критики всегда бывают. Как бы это основа демократического государства, как бы, да, но это никак влияет на то, что большинство народа, большинство людей, особенно в последнее время, конечно, понимают и с уважением, и с пониманием относятся к политике Эрдогана, которую он сейчас видит. Ну, здесь такой еще есть нюанс. Отношение с Россией в этой современной ситуации, когда конфликт между Россией и Западом нарастает, как снежный ком, обрастает все новыми и новыми санкциями, которые Турция не поддерживает. Это повод к возрастанию напряженности и Турции с Западом. Мы видим вот эту ситуацию с НАТО, когда Турция фактически заблокировала принятие в НАТО Швеции и Финляндии. То, что блокирует Европейский Союз много лет вступлением мощной, могучей демократической Турецкой Республики в Европейский Союз, несмотря на неоднократные просьбы. Не обострится ли вот это вот особое отношение России и Турции, и без того непростые отношения Турецкой Республики и с НАТО. Мы все помним попытку военного путча, военного мятежа, да, и то, что звучало тогда в контексте всего этого, и с Европейским Союзом, да и вообще с Западом. Ну, давайте начнем как бы немножко вот почему позиция Эрдогана, позиция Турции по России, она такая, да, вот немножко давайте об этом поговорим. В ходе Москвы, конечно, и до, и после начала в Украине, она изначально была определена следующим образом, что мы не будем разрывать отношения с Россией, да, и будем прилагать все усилия для того, чтобы достичь мира. Да, это очень сложно, но Турция решила принять на себя такую миссию. Вот когда я еще работал в Москве, и все говорили об угрозе Москвы, тогда меня вот российские коллеги спрашивали, вот, что искренне ли ведет себя Турция, призывая к миру в регионе, или у него какая-то другая повестка, потому что многим казалось, что Турция может быть выиграть, как бы, да, вот если будет это для Турции будет хорошо. А мы тогда говорили, что вот вы увидите, что Турция по-настоящему хочет, чтобы не было войны, и Турция будет прилагать все усилия для того, чтобы это предотвратить. И потому что это война между нашими соседями, и когда ваши два соседа, вы от этого сами ничего хорошего не получите, да. И события последних месяцев показали, что Турция оказалась чуть ли не единственной страной, которая сумела продолжить отношения и с Россией, и с Украиной. А Турция предоставила себя как площадку для мирных переговоров, и делегации обеих стран провели и проводят встречи именно в Турции. Это очень важно. И эта позиция, она получила очень большую поддержку среди турецкого народа. Во-первых, люди увидели, что лидер страны прилагает усилия для решения очень важного конфликта. Да, вот когда политики некоторых стран в открытую делают заявление и говорят о Третьей мировой войне, и лидер вашей страны делает всё, чтобы этого не случилось, люди, естественно, начинают уже по-другому смотреть на ситуацию. И плюс к этому люди увидели, что масштаб влияния Эрдогана, он очень большой. И народ понимает, что иметь сильного и влиятельного лидера в такое сложное время – это очень важно. Хотела задать вопрос по поводу этих последних недавних обвинений со стороны оппозиции в адрес Эрдогана, которого обвиняют как раз в том, что он якобы выводит деньги именно в США и готовит побег именно в США. Почему его вот в этом обвиняют? Ну, знаете, это просто бред, который даже не стоит даже обсуждать, вообще даже на это обращать внимание. Это просто бред. Ну, то есть это всё равно как информационная атака, просто интересно… Ну, естественно, естественно, конечно… То есть США – это тоже такой медийный враг в Турции? Ну, знаете, вот я же говорю, это бред, который просто даже мы в Турции даже смотрим на вещь, которую даже не стоит обсуждать. Да, вот это просто бред. Вот то, что всё это там было сказано, это просто бред. И я хочу вернуться к вопросу Максима, которому он задавал вопрос, а вот насчёт отношений с Западом, да, вот… С НАТО, Европейским Союзом, да, вот это вот… Да-да-да, ну, в общем, да, вот отношения с Западом, да. Ну, знаете, вот тоже надо немножко сделать такой маленький обзор, понимать, что вот позиция Турции в отношениях с Россией или Западом… Мы говорим, что эти отношения мы никогда не строим против кого-то, да. Вот это один из главных принципов нашей внешней политики. Вот в России, я знаю, вот на Западе тоже может быть такое есть, есть вот такое категоричное вот рассуждение, да, вот что вот вы или с Западом, или с нами, или против Запада, или против нас. Вот это вот категоричное мышление, оно очень, как бы, вот мы наблюдаем, да, вот особенно в России и на Западе тоже в некоторых странах, вот это мы видим. Но турецкая реальность, она никоим образом вот к такому подходу не соответствует, да, вот это… Турция не может себя так вести никогда. И поэтому, развивая отношения с Россией, Турция продолжает играть важную роль в системе НАТО. Она там продолжает вести переговоры с Европейским Союзом, там, она продолжает оставаться частью, как бы, и вот этих механизмов тоже. И при этом всегда заявляет, что отношения с одной стороной не мешают иметь отношения с другой. Вот так и сегодня, после войны тоже. В начале войны Турция заявила, что кто-то должен продолжать говорить с Россией, да. И мы не намерены сжигать мосты с Москвой. У нас важные экономические связи с Россией. Мы понимаем, что решение многих вопросов в нашем регионе требует от нас нормальных отношений с Россией. Вот мы и придерживаемся такого курса. И тут еще важна, наверное, еще одна сторона вопроса. Это гуманитарная сторона, да. Вы тоже, наверное, обратили внимание, когда всех русских людей, русских деятелей культуры начали травить на Западе, Турция повела себя очень мудро. Турция выступила против дискриминации русской культуры и простых русских людей в мире, да. Об этом заявлял и президент, и все представители турецкой власти. И призывала к справедливости. И позиция нашей страны в этом плане не изменилась. И Турция будет прилагать все усилия для того, чтобы в нашем регионе в конце концов закончилась и наступил мир. Я хотел все-таки вернуться, Архан, вот уже третий раз к этому вопросу отношения с Финляндией и Швецией. Президент Эрдоган заявил, что он не удовлетворен переговорами с Финляндией и Швецией. Вот что, как обстоят дела, если об этом можно рассказать, и что он имел в виду? Знаете, позиция Турции основана на том, что эти государства не должны поддерживать террористические организации, да. Они должны делать все, что предусматривает международное право, когда речь идет о терроризме. И Турция, конечно, думает о своей безопасности, о своем будущем. И хочет, чтобы эти страны ответили позитивно на требования Турции. Я просто уточню для наших зрителей, что речь идет о том, что в парламенте, по крайней мере, Швеции, насколько я знаю, есть депутаты, которые соотносятся с теми организациями, которые в Турции считаются террористическими. Правильно я определяю? Это РПК. Это, да, рабочая партия Курдистана, которая... Так называемая, да. И Турция требует их выдачи. Ну, чтобы они были лишены парламентского статуса в Швеции, я не знаю, потому что в Финляндии я точно не знаю просто деталей. И были выданы. На мой взгляд, Швеция и Финляндия никогда на это не пойдут просто-напросто. Потому что это внутренние их политические такие дела, которые абсолютно, как говорится, приведут к серьезному политическому кризису. Ну, а со стороны Турции это вопрос, который вообще не подлежит... Это не обсуждение. Этот вопрос, я думаю, даже не обсуждается. Правильно, Арханг? Ну, я же говорю, Турция заботится о своей безопасности. И когда речь идет о террористической организации, которая напрямую не только угрожает, она фактически как бы тут взрывает, устраивает теракты, воюет против нашей армии. Естественно, конечно, эта тема для нас очень... Наша позиция очень в этом плане очень жесткая. Наверное, последний вопрос. Вот сейчас в Турции огромное количество граждан России и, кстати, граждан Украины, которые в ходе конфликта переехали на временное место жительства в Турецкую Республику. Чувствуете ли вы какое-то напряжение турецкое общество от такого наплыва во многом политически мотивированных эмигрантов, так, что даже некоторые в России вспоминают 1920 год, когда представители так называемой белой оппозиции из России эмигрировали в Константинополь, как назывался он в России, в Стамбул? Да, Максим, мы правильно отметили, это важно, да, вот, что вот Турция в начале XX века еще была убежищем для многих русских людей. Многие русские философы, писатели там какое-то время жили в Стамбуле, многие потом переселились в Европу, но турецкий опыт, да, вот, эмиграции, он был, он еще тогда русские легко приживались к столичной жизни в Турции. Очень много осталось даже в турецкой культуре, как бы, да, вот, вспоминания об этих временах. А сегодня, как бы, ситуация немножко другая, да, вот, потому что социальные и культурные отношения между турками и русскими, они, естественно, более развиты, чем сто лет назад. За последние десятилетия у нас образовалось очень много общих семей, там, в Анталии, в Стамбуле проживают очень много русских. Поэтому Турция для русских давно уже не чужая страна. И поэтому, когда вы спрашиваете, есть ли недовольство, да, вот, я думаю, что надо обратить внимание именно на эту сторону, потому что русских мы уже давно знаем, да. Давайте только, я уточнил бы, прошу прощения, русскоязычных, потому что я знаю, что очень много это не только русские, но и выходцы с Северного Кавказа, из Республик Пово уже и так далее. Те, для кого русский язык является родным, да, политическим, гражданским языком. Да, русскоязычный, именно русскоязычный, да, я с вами согласен. И в ходе, конечно, этих последних событий, последнего, конечно, наблюдается очень большой приток русских в Россию. Это разные люди, да, вот, с разными возможностями. Да, и представители разных профессий, разных политических взглядов. Но, знаете, я скажу так вкратце, что, вот, пример Турции в течение вот Сирийской войны показал, что Турция воспринимается разными народами как безопасное место для жизни и развития. И тут, я думаю, что русские и украинцы и другие русскоязычные народы тоже не составляют исключения. Я просто напомню для наших зрителей, что в ходе сирийской трагедии, ну, длительной гражданской войны на территории Сирийской Арабской Республики, Турция приняла, Архан, поправьте меня, если я не прав, более трех миллионов беженцев из Сирии. Да, более, да. Более трех. Это огромная, я помню, были коллизии между Турцией и Европейским Союзом, когда президент Эрдоган говорил Европейскому Союзу, почему вы не помогаете Турции, мы только в одиночестве помогаем этим людям. Я видел эти лагеря для сирийских беженцев, но их нельзя назвать лагерями, там были школы, там были больницы, там были достаточно комфортные условия проживания для многих, по крайней мере, там вот на юге Турции. Поэтому, да, к сожалению, Турция, находясь на перекрестке цивилизаций, уже столетия между Востоком, Западом, еще со времен и Александра Македонского, и до Александра Македонского, это было, принимает потоки людей, которые бегут от горя и страдания и с юга, и с севера, и все стремятся туда, к вам, на берега Кары-Денис, Черного моря, Ак-Денис, Средиземного моря и Мармара, Мраморного моря. Спасибо вам большое, Архан Газигиль, советник управления коммуникациями Турецкой Республики, и бывший советник посла Турции в России, был с нами на связи. Архан, спасибо за то, что вы нашли время и возможность выйти и рассказать, хоть и кратко, но достаточно подробно, о позиции Турецкой Республики. Архан, спасибо вам. Вам спасибо, Максим Татьяна, спасибо вам большое, что пригласили, и желаю удачи в вашем новом проекте, и спасибо большое. Спасибо. Максим, ну как вам позиция спикера? Понятно, что он, конечно же, не скажет, что Турция ждет каких-то более удачных предложений о той или другой стороне, но мы понимаем, что это политика. Во-первых, ваша позиция, что Эрдоган торгуется, она, мне кажется, в политике, но это слово, оно максимально не точно определяет суть дипломатии. Тогда по этой логике торговался Сталин, торговался Черчилль, торговался Рузвельт, все политики, получается, торгуют, но дипломатия – это не торговля. Цена дипломатии – это не деньги. Для торговли цена вопроса – это прибыль. Политики, которые ведут переговоры, в том числе и тайной дипломатии, как об этом писал Карл Маркс в своей знаменитой работе о тайной дипломатии Европы… Здесь вопрос выгод. Нет, неправильное понимание, в этом вот ошибка, неправильное понимание. Каких выгод? Мы часто под выгодами понимаем какой-то просто прибыток, который к нам в карман кладется. Нет, а политики отвечают за совсем другие вещи. Деньги являются просто кровью проектов, кровью политики. Политик отвечает за смыслы, за судьбу той страны, в которой он волей, не знаю, Всевышнего или волей исторического процесса оказался лидером. Если политик является торгашом, торговцем, страна гибнет, гибнет очень быстро. Те политики, которые создают смыслы истории, смыслы будущего, даже если они берут их из прошлого, как, допустим, нео-османизм, понятно, что это смыслы, которые когда-то были в средние века, в 15 веке, когда был рассвет Османской империи, в 16 веке. Наверное, многие видели «Золотой век» про Сулеймана Великолепного, про, значит, Фюрем. Великолепный век. Да, значит, ну или «Великолепный век», там, значит. Ну, очень интересное кино, я посмотрел часть этих серий, не с точки зрения, там, отношений женщин с мужчинами, а с точки зрения очень интересной интерпретации политики. Потому что я немало читал про Османскую империю, в основном это были, кстати, английские или французские исследования, очень глубокие и интересные. Но, в общем, мне показало это, вот этот фильм перевел для меня вот эту историю дипломатии и политики на личный уровень. И деньги никогда, это главное заблуждение политологии, никогда деньги и прибыль не являются смыслом политического действия. Китайцы вообще, допустим, выступают против перемен. Кто скажет, что Китайская Народная Республика, мы об этом дательно сделаем программу, руководствуется коммерческим интересом? Да это абсурд. Любой китаист, любой специалист, а? Они не против перемен, у них просто план был. Нет, они именно против перемен. Вы просто не понимаете, мы про Китай поговорим еще, они именно против перемен. В Китае перемены считаются неизбежным, но, в общем, не очень желательным обстоятельством. Китай сохраняет преемственность тысячелетнюю. И мы, обсуждая сегодня Турецкую Республику, как раз говорим о преемственности по отношению проблемы России в том, что мы очень мало знаем про Турцию. У нас миллионы людей отдыхают каждый год в Турции, у нас миллионы людей, порядка двух миллионов российских граждан, я не знаю, как это сейчас, вот до специальной военной операции, проживали постоянно на территории Турции, работая, имея личное отношение, финансы. Совсем на большее. Как она штурмовала Измаил. Мы видим Турецкую Республику, Турок, Османскую империю только в образе врага. Слово «янычар» у нас подразумевает какой-то прямо ужасный убийца. Хотя это просто было... Ну нет, это неправда, за последние 20 лет это изменилось. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Еще раз говорю, все книги, которые я специально покупал в домик, значит, книги там на Новом Арбате или на Мясницкой, значит, в Библиоглобусе, почти все книги про Турцию, очень хорошие, качественные, это переводы английских, французских исследователей, может быть, немецких исследователей. Российские теркологии, о которых упоминал Архан, она достаточно сильная, но она на самом деле теркология, и он намекнул об этом, которые исследуют Турцию как врага, как потенциального противника, а не как партнера. Были отличные отношения у Турции и СССР. Понимаете, здесь тоже много мифов самых разных. Миф заключается в следующем, значит, отличные отношения. Советская Россия была абсолютно молодым государством, которое вело войну фактически с интервенцией Запада. Турция, больше там десятка стран Антанты, в том числе Греция, была участником интервенции во время Гражданской войны на юг бывшей Российской империи, на территории Украины, современной Одессы, там и так далее. Есть про это фильм «Интервенция» прекрасный. Одновременно Турция была объектом точно такой же интервенции Антанты, хотя Россия была как бы союзником Антанты до 1918 года, до Брестского мира, а Турция была противником Антанты. Причем Турция одерживала над Антантой громкие и блистательные победы, как Галиполи, допустим, «Десант в Галиполи», про это есть великолепный фильм с Мэлом Гибсоном молодым. Получилось так, что Советская Россия и Турецкая республика, которая на начало 20-х годов была зажата буквально в Анатолии, в Анкаре, Стамбул был оккупирован Антантой. В Стамбуле сидел султан, абсолютно поднадзорный и подконтрольный англичанами. На территорию Турции высадились греческие войска при поддержке британских войск, французских войск и так далее. И они решили полностью уничтожить Турцию, стереть ее с лица земли. И осуществили поход на Анкару, который для этой греческой армии, кстати, многие в Греции выступали против этой авантюры, говоря о том, что она приведет к катастрофе для греков. Так и случилось. Они потерпели военное поражение. В итоге ионические греки, которые тысячелетиями жили на территории Турции и в Османской империи, не подвергались никаким преследованиям. Всякие бывали, конечно, моменты, но в целом они жили достаточно комфортно там. Должны были покинуть территорию Турецкой республики. Точно так же миллионы турок или мусульман, которые ассоциировали себя с османами, покинули территорию Греции, где они жили в Салониках, например, и Балканских государств. Вы сегодня в Греции видите точно такие же опустевшие разрушенные мечети. В центре Афин, например, стоит мечеть прямо недалеко от Парфенона, которая не действует. Так же, как и многие церкви в Турции. Это была трагедия для народов. Трагедия, 20-е годы. Турецкая республика противостояла Антанте. Единственным союзником, который тогда оказался, была Советская Россия. Не Советская Россия создала Кемали Ататюрка, как пишут. Кемали Ататюрк был прославленный генерал, который руководил обороной Галлиполи, который разгромил десант англо-французский и австралийский. Австралийцы были частью, как и новозеландцы, британской армии в Галлиполе в 15-м году. Для Запада это была трагическая катастрофа, которая не позволила пробить коридоры Средиземного моря в Черное море и установить в ходе Первой мировой войны. Они хотели захватить Константинополь, Стамбул или Истанбул, чтобы осуществить прямую коммуникацию между Российской империей и Францией, Британской империей, Средиземное море в Черное море. 15-й год – это год трагический во многих отношениях, и на русско-германском фронте, и на Галлиполийском фронте, и так далее. Для Антанты трагически. Для Турции, связанной с именем Кемаля, это именно начало его подъема к политическим высотам Турции. Потом он выдвинул идею о том, что сочетание национального духа, хватит, говорит, надо заканчивать с этим османским наследием, надо строить республику, и нашел взаимопонимание, в том числе и с советской властью. Советская власть, как известно, победила, но победил и Кемаль. Заключается соглашение, Карский мирный договор, который положил начало современной республики Армения и республики Азербайджан во многом, и описал статус нахичевания, он касался также и Аджарии. Этот договор, на мой взгляд, 21-го года, позволил в 20-м веке не иметь ни одной войны между Россией и Турцией, советской Россией или Россия постсоветская. Более того, многие ученые говорят, что этот Карский российско-турецкий договор обеспечил нейтральную позицию Турецкой республики во время Великой Отечественной войны, когда нацистские войска и войска их союзников, Италии, Румынии, Венгрии, подходили к Сталинграду и рвались через Большой Кавказский хребет, чтобы перевалить туда, в Грузию, Гитлер и вся его банда хотели невероятно, чтобы Турция ударила по Советскому Союзу. Турок подстрекали к этому. Турок подстрекали, давайте, отвоюйте то, что вас отобрало, русские отобрали. Карский договор, который Кемаль заповедовал хранить, как зеницу ока, отношения с Россией, привел к тому, что огромная турецкая армия, которая почти вся была сосредоточена на советско-турецкой границе, не выступила на стороне Германии. И во многом, ну, страшно представить, что было бы, если бы она выступила. А вот вопрос, почему тогда Турция считается врагом России? Потому что я считаю, что это абсолютная ложь, что это взгляды, которые навязываются российской политике из абсолютно прошлого. Нет, это вы говорите, что это есть в сознании. Ну, она считается, потому что такой исторический контекст, потому что Турцию как цивилизацию османскую, блистательную, совершенно фантастическую цивилизацию с ее памятниками литературы, я даже не говорю, в советское время хотя бы Назым Хикмет был, понимаете, великий турецкий писатель, коммунист. Потом, значит, были там разные другие писатели, там или Азис Нессин был такой, очень хороший турецкий писатель, тоже коммунист, он писал такие сатирические повести, очень любопытные. Но в целом, что мы знаем про турецкую культуру? Вот что знает россиянин про турецкую культуру, про турецкую историю? Что нам нужно знать про позицию Турции сегодня, вот здесь и сейчас? Наши эксклюзивные отношения настолько близки, что Турция откажется, готова отказаться от любых требований, от любых союзников со стороны Запада ради отношений России? Турция не готова ни от чего отказаться, она даже не готова отказаться от поставки Байрактаров, как я понимаю, потому что Турция подчеркивает, что она не является ни сателлитом ни Запада, ни Востока, ни сателлитом ни Европы, ни США, ни НАТО. То есть вопрос в том, насколько это надежно? Не Россия союзник, Турция нам не союзник, Турция нам партнер. Союзник, чисто формально, Турция союзник США в рамках НАТО. Хотя в турецкой прессе обвиняли США в попытке убийства президента Эрдогана во время военного мятежа, который провалился, который учившиеся в США военные организовали, помните эти страшные события, бои в Стамбуле, обстрел парламента военными самолетами. Кстати, потом было сказано, что именно примерно те же самые люди, которые хотели убить Эрдогана, сбили и российский самолет в Сирии, которое тогда это привело к обострению российско-турецких отношений. Удар в спину. Удар в спину знаменитый, да. Я думаю, что надо просто трезво понимать, трезво расставлять оценки. Вот Владимир Вольфович Жириновский, который умер, он был хорошим специалистом по Турции. Он ненавидел Турцию и воспринимал ее как врага, но мне доводилось с ним не один раз беседовать. Он в Турции работал, там был депортирован из нее еще в советское время. И, в общем, он владел турецким языком свободно, Жириновский. И, наверное, было бы интересно его спросить, но теркологи занимали в России достаточно видное место. Допустим, институт страны Азии Африки возглавлял господин Мейер достаточно долго. А где логика? Если Жириновский был специалист большой по Турции, и он ее не найдет? Потому что видение Турции в России традиционное – это видение врага. А сегодня задачи другие. Сегодня мы видим, что надо понимать, научиться понимать других. Это то, что мы делаем в отношении Польши, в отношении Литвы. Ненавидеть легко. Легко выставлять метки вражеские. Для этого никаких усилий не надо. Для этого достаточно привлечь мифы войны, мифы вражды и чуть-чуть фантазию к этому добавить. И снимать фильмы про то, как русские вечно убивают турок. И писать книги про это, понимаете, и так далее. И все это продавать публике под видом, как говорится, чего-то такого, что имеет отношение к реальности. Современная реальность, другая Турция, ни с одной другой страной за пределами бывшего Советского Союза Российской Федерации не связана столь тесными экономическими и человеческими отношениями, как с современной Турецкой Республикой. Если вы проанализируете экономический обмен, человеческий обмен, то вы увидите, что столько, сколько людей ежегодно выезжает в Турцию, возвращается или остается в Турцию, работает аниматорами в домах, значит, в санаториях и в гостиницах. Но это экономические отношения. И человеческие тоже. Почему экономические? И человеческие. В турецких университетах учится достаточно большое количество студентов из России. Там специальные грантовые программы были. Турецкие университеты очень сильные. В Стамбуле несколько университетов. Есть левые, светские, социальные университеты. Бахча Сихир. Я там участвовал в дискуссиях и семинарах, в частности, каких-то. Он такой как бы атеистический и он оппозиционный по отношению к Ардагану даже. Есть исламские или такие пара-исламские университеты, которые, наоборот, поддерживают АКПАРТИЯ. Стамбул – город, в котором встретить человека, говорящего по-русски. Довольно легко. Это очень легко. Причем это будет не русский. Это будет либо турок, либо азербайджанец, либо грузин, в конце концов. Или турок-месхетинец из Грузии. Либо, там, не знаю, это могут быть выходцы с Украины или из Молдовы. У нас совсем немного времени остается. Два вопроса у меня. Готова ли Турция, как наш большой друг, оказаться… Я не сказал, что Турция наш друг. Партнер. Партнер. Турция не враг и не друг. Турция – партнер, который готова к вменяемым отношениям, к вменяемому диалогу. Если ей пригрозят санкциями за поддержку России, что будет? Я думаю, что Турция на эти санкции просто отмахнется, от них на эти угрозы, потому что угрожать современной Турецкой Республике – это бесперсективное и бессмысленное занятие. Турецкая Республика – это региональный лидер, который контролирует важнейший путь из Запада на Восток, который не утратил свое значение через Дарданеллы и Босфор. Более того, был проект в Турции, я не знаю, как он осуществляется, который канал в обход Босфора, потому что движение по Мраморному морю и проливам регулируется специальной доктриной, которая запрещает брать деньги с проходящие суда. И они хотят построить канал, чтобы зарабатывать на этом движении в обход Босфора, но я не знаю, в каком состоянии этот находится проект. Плюс за последние несколько лет, несколько лет подчеркну, Турция построила невероятные мосты через Босфор и Дарданеллы. Я был два года назад в Турции, ездил в Трою, из Стамбула специально хотел посмотреть Древнюю Трою, совершенно потрясающее место, кто не был, посмотрите. И обратно, когда я ехал на пароме через Чанаккале, через Дарданеллы, я видел опоры моста, который через Дарданеллы на километры вот так вот соединит Европу и Азию. Не паромы, а мосты, огромные, невероятные дороги, невероятные инфраструктуры. Турция, сегодня турецкие хабы и новый Стамбульский аэропорт, и аэропорт в Батуми, не извиняюсь, в Трабзоне, который они сделали, это фактически транспортные хабы. Турция играет роль, которую она когда-то играла в древности, и все державы, которые были на этой территории, эллинистические государства, хетские государства и так далее, ассирийские там на востоке Турции, которые были до этого в древности, все играли эту роль коммуникации. Просто сегодня эта коммуникация Турции поставлена на какой-то новый совершенно уровень. Это зачем, кто им может угрожать, и чем им можно угрожать, когда, будучи членом НАТО, президент Эрдоган говорит, мы будем покупать С-400 у России, а не вашим патриоты. Это ответ силы, который говорит, что да, мы подчиняемся США, как главной стране НАТО, хотя в НАТО нету подчинения, там нет лидера, там меняется председательство, но Турция вторая по мощи страна в НАТО. Она не имеет ядерного оружия, хотя разрабатывает свои атомные проекты, но турецкая армия, это вторая по мощи после американской сухопутной армии. Ну и Турция хочет войти в программу, в 35 американскую. Ну она хочет, но ее не пускают в Запад, потому что таким образом Турция получит технологии. Нет, не из-за этого. Это сложные политические отношения, потому что F-35 это перевод на совершенно новый уровень. Я считаю, что знание Турции и тюркология не как знание врага, хотя всегда надо верить разные стороны медали, но именно знание и понимание Турции это важнейшая дисциплина сегодня в России. У нас все сейчас бросились Китай изучать, понимаете, китайский язык. Китайский язык, мы про Китай сделаем отдельную программу, как китайцы воспринимают себя, кого они называют И, то есть люди, живущие далеко за пределами Китая. Значит, а у турок и у тех, кто живет в Турции, совершенно разные к этому отношения. Мало кто знает, что президент Эрдоган этнический грузин, например. Ну там есть разные версии его происхождения. Нет никаких версий. Есть даже, называют село Хуло. Нет, называют даже аджарское село Хуло, которое находится недалеко от Батума, где-то примерно в горах километров сто, что его корни оттуда происходят из Хуло. Это знаменитое в Грузии село. И это было объяснимо, поскольку по Карскому договору между аджарией, мусульманской аджарией и Турцией был обмен, который Сталин соблюдал. И в 20-е, 30-е годы там давалось, по-моему, 20 лет всем желающим переехать из советской аджарии, значит, в которую после 21-го года стало советской, значит, в Турецкую республику и так, скажем, обратно. Ну, это детали, которые наверняка описаны в его биографии, известны специалистам. Так или иначе, связей в современной России и Турции огромное количество. Я лично верю, вот хочу позитивно закончить свой монолог, что позиция Турции может помочь народам России, народам Украины прийти к взаимопониманию и прекратить тот ужас, который существует уже перманентно, ежедневно в нашем сознании, понимаете, и который мы видим своими глазами. Роль Турции тут огромна, поэтому все, кто пытается сегодня поссорить Россию с Турцией, на мой взгляд, делают дурное и злое дело. Вытекающий отсюда логичный вопрос, что будет, когда закончится вот эта эпоха Путина и Эрдогана, когда оба они уйдут? Я надеюсь, что и Путин, и Эрдоган сумеют сформулировать и оставить такие институты, в частности, внешнеполитической деятельности и политическую такую преемственность, которая исключит в будущем, как это было в 20 веке, прямой военный конфликт между Россией и Турцией. Мы видим, что даже самый трагический момент Карабахского вопроса, по которому с 90-го года по 20-е занимали достаточно жесткие принципиальные позиции Россия, Турция и так далее, понятно, Турция поддерживала Азербайджан, Россия поддерживала во многом Армению, хотя и не разрывала связи с Азербайджаном. Он привел в 20-м году, помимо войны, которая там была на территории Азербайджана, и это была позиция президента Путина, что Карабах – это Азербайджан, он привел к появлению меморандума, который совместно подписали Путин и Эрдоган по Карабаху, снимая эту точку, как возможность конфликта военного прямого между Россией и Турцией. Я понимаю, зачем это сделать. Запад очень хочет, чтобы Россия и Турция вступили в прямое противостание друг с другом. В Сирии, в Карабахе, где угодно, в Черном море. И я вижу прекрасно, как Путин и Эрдоган пытаются избегать столкновения, подчеркивая единство позиций, хотя есть и значительное разногласие тоже, естественно, по многим вопросам. Но я внимательно слежу за этими отношениями. Это крайне важные отношения для будущего мира. Все политики и каждый человек когда-либо уйдет из этого мира, естественно. Но, как сказал в свое время Сталин, Гитлеры приходят и уходят, немецкий народ остается. Эрдоган недавно повторил эти вопросы. Даже если мы уйдем, турецкий народ, эту позицию, турецкий народ продолжит свою историю. Это Эрдоган сказал, подчеркну. И я думаю, что если всерьез противостоять давлению Запада, то российско-турецкий альянс, политический прежде всего, является залогом того, что ни Турция, ни Россия не станут опять добычей западной экспансии и не будут названы небольными людьми Азии, о чем напомнил нам Архан. Небольным человеком Евразия. Чего так хотели бы некоторые силы на Западе в отношении России. Максим, спасибо. Это было «Пограничное состояние». Максим Шевченко, Татьяна Бур. Подписывайтесь на канал «Хроники нового мира» в Ютьюбе. Ставьте лайки, комментируйте это видео и увидимся. Пограничное состояние «Хроники нового мира» в Ютьюбе.